сегодня у нас 10 октября 2015 года одесский православный лагерь стан тоже осень так что тут у нас детишек уже нету они у нас до 2 августа лагерь летний вот наша кухня брат никита лесников сегодня он стряпает хлеб и сам все будет готовить показал пример все он записал сейчас будет сглодить тесто пасмурная погода дождь прошел всю ночь всю ночь душу кухня она уже нагрелась тепленькая читает что у него там записано все остатки это дрожжи я также готовлю здесь помидоры соих уже залил еще надо будет заливать нет 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 полностью оливай полностью полностью заводи сразу кружку обратно кружку обратно нигде не ставь там везде пыль кастрюлю ты зря туда пустил сажем попасть все крышки накрой сейчас что ты добавляешь сахар сколько 1 1 ложка чтобы быстро начали действовать дрожжи обычно мы заводим 7 литров это примерно 20 булок 21 сейчас мы размешиваем все дрожжи зашлись сахар все дрожжи Если она там уже не чувствуется, то можно не мешать им, чтобы они растворились. Мы замешиваем сразу на все 7 литров опару, обычно еще бывает немножко заводят, но мы сразу на 7 литров, так не переворачиваем. Частями написано? Да, частями. Бери эту чашку и в чашку я добавляю потихоньку. Вон чашки, вон чистые чашки есть, любую бери из нее. Накладывай, накладывай, не бойся. Примерно должно быть тесто, вот как я по своему опыту, это как на оладьи заводится. Такая консистенция, может чуть погоще. Все-все, начинаю размешивать, а то пересыпешь. Все-все, начинаю размешивать. Нужно еще соль сразу добавить, иначе она потом не растворится. Что написано? На литр, скажи литр по столовой ложке. Да, без горки. Сюда принеси эту соленку. Сюда принеси эту соленку. соль разойдется в зависимости от того по времени как она приподнимется и немного отварим, потом полностью заводим тесто уже где-то полчаса это надо будет подождать помещение должно быть хорошо натоплено даже жарко чтобы было потеть нужно было то что хлеб любит тепло тесто именно, если будет прохладно оно будет медленно подниматься соль не чувствуется не хрустит там по дну если нет, то все нормально тут уж и всплывает мука а а все, сейчас закрывай и в духовке ставь не забывай крышку это над кастрюлей никогда не держать, в который раз уже держишь там тебе отодвинь пока две кастрюли в сторонку в этом месте закрой муку, чтобы там грязь не попадала не, 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 на стуле, на стуле надо, на стуле потому что это, чтобы повыше там пол холодной чтобы она ну можешь пока не, 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 ты тогда кастрюлю отнеси просто я, я-то обычно так уношу, раз не можешь по отдельности вот так у нас будет стоять она примерно с полчаса потом дальше покажем процесс дальнейшего слава богу за все полчаса вот так A